Уже далеких 90-х экономический кризис забрал у людей многое. А у северодвинских детей спорт. Так считает наш следующий герой. Стрелковый тир на Первомайской 10-80-х из своих стен выпускал мастеров спорта. Сейчас оттуда выходят покупатели. Юные спортсмены и их родители занимаются в условиях тесноты. Ведь на город осталось всего два стрелковых тира. Еще старшеклассником Михаил Климов посещал этот некогда стрелковый тир. Именно здесь мужчина получил первый взрослый разряд. В целом в спортивном комплексе было порядка 10 рубежей. Отдельный зал для стрельбы из пневматического оружия. Зал для стрельбы по бегущей мишени. Здесь становились мастерами спорта. Но на этом карьера некоторых стрелков закончилась. В тяжелых 90-х областной ДОСАФ отдал здание под аренду. Сейчас здесь магазины и кафе. 90-е годы прошли, 2000-е прошли, уже 2013 год. Мы уже олимпиаду, конечно, зимнюю принимаем. И пора бы на спортивное сооружение вернуть спортсменам. Потому что стрелковые площади в городе ограничены. Сейчас на площади стадиона «Строитель» ребята занимаются. Из пневматической винтовки ребята стреляют на стадионе «Строитель». В ноябре откроется и 50-метровый тир для стрельбы из малокалиберного оружия. В этом направлении наши спортсмены могут достичь больших результатов. Но многие прекращают заниматься из-за нехватки места и оружия. А те, кто остаются, выезжают на соревнования в Новодвинск, где условия тренировок не лучше. То есть ребят у нас много, приходят записываться. Но мы не можем в связи с тем, что не хватает помещений, оружия. То есть все ждут очереди. Тренеры и родители считают, проблему можно решить на уровне совета депутатов. Ведь вернуть то, что находится в частных руках, невозможно. А значит, нужно создавать новое. Поговорить с представителем областного ДОСАФ у нас не получилось. А муниципальный спорткомитет утверждает, что два стрелковых тира на город вполне достаточно. Несмотря на существующие проблемы, спортсмены все равно становятся первыми. В ближайшие выходные стрелки намерены доказать это на чемпионате города. Марина Хохлова, Семен Тарасов, Вестник, Северодвинска.